В Хвалынском вольерном хозяйстве «Теремок» пополнение. Здесь появился маленький косуленок, которого неравнодушные любители природы увидели в лесу неподалеку от Алексеевки. Малыш остался без мамы и мог погибнуть, поэтому было решено помочь ему. Теперь у косуленка новая мама, человеческая, волонтер Даша, которая кормит его настоящим коровьим молочком. Аппетит у малыша отменный – три бутылочки за один раз. Мне папа пришел с работы, сказал, что привезли маленького косуленка или олененка. И пока он был маленький, по нему не было понятно, кто он. Ну, часто к нему приходила, кормила каждый день. Он же сам привык. Малыша назвали Бэмби, потому что на спинке у него были пятнышки, как у маленького оленя. И поначалу сотрудники вольерного хозяйства думали, что это и есть олененок. Но потом отличительные знаки сошли, и стало понятно – в вольерном хозяйстве появился косуленок. За считанные дни он стал ручным и очень любопытным. Когда калитку его вольера открывают, он с удовольствием бежит знакомиться с другими обитателями хозяйства, коих здесь – 160 особей, представители 45 видов животных. Среди обитателей у нас находятся представители дикой фауны, экзотические животные, птицы и, конечно же, домашние. Изначально хвалынское вольерное хозяйство создавалось как реабилитационный центр для диких животных, попавших в беду и которые не смогут выжить в дикой природе. Постепенно число питомцев теремка росло. Конечно, тех животных, которые после лечения могут вернуться в естественные условия обитания, отпускают на волю. Остальные остаются в хозяйстве. И за 15 лет существования теремка в нем появились уже свои старожилы. Орлы-могильники. Один без крыла, вираж. Аиду когда-то нашли под высоковольтными проводами. У нее тоже произошли определенные перемены в организме. Она уже не может взлетать, она не может парить в небе. Здесь такая осталась. Остап орел, которого с птенчикового возраста вырастили. У него дезадаптация произошла, он не знает, как жить на воле. И вот они здесь живут уже более 10 лет. Более 10 лет у нас здесь обитает Кабаниха Маша. Это наша старожила, наша хозяюшка такая вот в этом дворе. Скажем так, волк, который по соседству с Машей. Вот они все время нахождения здесь, вот как их сюда привезли, они так и находятся в соседях друг у друга. И тоже уже более 10 лет они здесь живут. Все, для них воля это уже закрытая тема. У каждого сложились свои предпочтения. У Маши, она очень ленивая стала, скажем так. Она уже привыкла к тому, что периодически не ей внимание, а она внимание посетителям, например, оказывает. Если она этого не хочет делать, она просто уходит, ложится, отдыхает. У волка, например, вот появилась такая слабость. У хищного животного, который питается в природе только сырым мясом, вот здесь мы узнали, что оказывается он гурман по сладким яблочкам, например. И вот есть у нас такой момент, когда начинается сезон яблок, мы его угощаем этими яблочками, только сладкое, чтобы обязательно было. Это мы уже заметили, кислый он не будет есть. Со временем у вольерного хозяйства появились помощники-волонтеры, которые ухаживают за животными. Ветеринарные лечебницы области и научные сотрудники саратовских университетов дают консультации по их содержанию. Неравнодушные посетители привозят угощения для питомцев. Вот, ну вот, если бы это было раньше, сказали бы телегами, да, но сейчас автобусами, машинами привозят овощи, фрукты, зерновые культуры, подсолнечник, то есть какие-то там мясные пакеты для того, чтобы кормить животных. Но 160 особей – это не шутки. Чтобы накормить и обеспечить их всем необходимым, нужны немалые средства. И тогда на помощь приходят постоянные партнеры вольерного хозяйства «Саратовская ГЭС». Наша дружба сложилась уже больше шести лет, такая вот связь наладилась. И ежегодно они выделяют средства, которые, опять же, идут на приобретение корма, лекарств. Очень важно нам зимой, чтобы у нас пополнялся витаминный запас. Благодаря этим средствам мы можем баловать наших питомцев и приобретать продукты, которые не совсем привычны для нашей местности. Каждый, кто хоть раз побывает в теремке, возвращается туда снова. У посетителей появляются любимые питомцы, за которыми они наблюдают и изучают их повадки. Чувствуется, что о животных здесь заботятся не только сотрудники вольерного хозяйства. Но и школьники, волонтеры, посетители. И другом теремка может стать каждый, но с единственным условием – любить природу и животных. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...